На очередном аппаратном совещании рассмотрены результаты работы Пинской центральной поликлиники по использованию региональной информационной медицинской системы и организации выписки электронных рецептов. Подробностью у корреспондента Наталья Шестаковой. Вот уже несколько лет в медицинской отрасли нашего города внедряется и используется единая региональная информационная система. Став первопроходцами в этой области во всей стране, пинчане многое успели сделать. На очередном аппаратном совещании были не только подведены итоги выполнения поставленной задачи, но и сделан акцент на проблемах, которые должны быть решены, чтобы завершить большую и важную программу информатизации организации здравоохранения Пинского региона. Как отметил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Кектенко, уже можно с уверенностью говорить о преимуществах Римск в качестве и доступности оказания медицинской помощи населению. За 9 месяцев 2017 года выполнено 18800 цифровых рентгенограмм, что позволило сэкономить более 13 тысяч рублей бюджетных средств. С целью дооснащения осуществлена закупка 25 рабочих мест в основные учреждения здравоохранения города. В 2016 году в центральной больнице введена аккулотация локального числительного сеть на 200 точек подключения. Также была закупка программного обеспечения. Для Римск внедрена технология виртуализации, что также позволило сэкономить 38 тысяч рублей. С целью увеличения объема хранения диагностических изображений закуплена система хранения данных. Для выполнения различных задач здравоохранения медицинскими учреждениями города используются 650 компьютеров. 10 организаций имеют локальные вычислительные сети с точками подключения от 5 до 200. Реализована возможность записи на прием к врачу через интернет во всех поликлиниках города. Как отметил Игорь Юрьевич, дальнейшее внедрение Римск ускорило многие процессы диагностики лечения, статистики, впрочем, как и другие рабочие моменты. Например, с целью повышения качества и оперативности, оказания экстренной помощи, на станции скорой помощи внедрен мобильный доступ к электронным картам пациентов. Главный врач центральной поликлиники рассказал и об организации выписки электронных рецептов. В Пинском регионе с 01.01.2017 года стартовал пилотный проект автоматизированной информационной системы электронный рецепт на базе трех поликлиник в Пинске. Это центральная поликлиника, первая поликлиника и детская поликлиника. Пациентам, находящимся на медицинском обслуживании в названных учреждениях здравоохранения, выдаются пластиковые карты. Получив карточку, пациент отправляется на прием к врачу. После осмотра врач означает лекарственные препараты и выписывает электронный рецепт. На сегодняшний момент электронных карт выдано 80% в центральной поликлинике, 79,6% в городской поликлинике номер 1, 99,8% в детской поликлинике. Процент от аварки колеблется от 10 до 12% в зависимости от учреждения этого района. Игорь Коктенко подчеркнул, что главная стратегическая цель электронного здравоохранения – достижение социально-экономического эффекта. Озвучил и стоящие в ходе информатизации здравоохранения города проблемы. На некоторые из них обратил внимание первый заместитель председателя госполкома Михаил Самолазов. На сегодняшний день. Завод в 17-м году уже почти ушел. Нет наполнения чисто медицинской тематикой. То, что мы раньше говорили, скрининги и так далее. Что это действительно еще лучше качественное мастерское обслуживание. Хотелось бы это видеть. Председатель госполкома Андрей Мулярчик в ходе обсуждения задал немало вопросов руководителям некоторых учреждений здравоохранения. Он потребовал решить в ближайшее время самые животрепещущие задачи. Включить в единую информационную систему медицинские учреждения, которые до сих пор этого не сделали. Добиться синхронизации и контроля отдельных направлений работы. Более полно и эффективно использовать электронное здравоохранение. Мы вернемся к этому вопросу через некоторое время. И поверьте, спрос тогда будет немножко по-другому. Поэтому я предлагаю сегодня же повернуться к этой теме. Подводя итог разговора, сделан вывод о том, что РИМС должна работать на полную мощность и использоваться все ее возможности и преимущества для повышения качества оказания лечебно-диагностической и профилактической помощи населению региона.